ассалам галейкам хоруметте хазахстан ассалам галейкам все мои друзья кто смотрит мой канал с вами ергали сегодня я хотел значит рассказать вам про имамов священной войны я ответь их обобщил конечно тут не все конечно не все но я хотел остановиться именно на трех имамах это священной войны газоват с российской царской империи было в девятнадцатом веке 1 значит это у нас байсангур биноевский знаменитый чеченский полководец 19 века на и пи мам шамиля активный участник большой кавказской войны 1817 1864 годов национальный герой чеченского народа родился в 1794 году в чеченском ауле биной период жизни байсангура до 1830 годов известно крайне мало начал активно воевать примерно в 38 лет высокий тощий байсангур поражал всех своей отчаянной храбростью по этому поводу имам шамиль говорил а будет жить байсангур мы не проиграем войну эти слова оказались какой-то мере верными после смерти бассет байсангура сопротивление война хав пошло на спад возрасте 51 год он лишился глаза и руки возрасте 53 лет пушечным ядром ему оторвало ногу и он попался в плен салтамурад со своим отрядом сумел через некоторое время освободить байсангура говорят что когда имам шамиль увидел байсангура после того как его освободили без глаз руки и ноги то он не смог держать слез байсангур даже не успел оправиться от ранений как сразу принялся снова воевать с врагами в одном из решающих боев в губине его окружила российская армия численностью около 40 тысяч солдат многие воины и наибы сдались или попали в плен среди них был и сам имам шамиль байсангур отказался сдаваться и со своим отрядом численностью около ста человек одно руки одноноги одноглазый байсангур решил прорвать кольцо российских солдат около 30 воинов смогли вырваться из окруженного гуниба среди них был и байсангур после этого он смог еще нанести мощное поражение царским войскам генерала майора мусы кундухова но потом в одном из сражений конь байсангура был убит байсангур в бою привязывали к коню чтобы он не упал и он был взят в плен его привезли в хасавюр чтобы повесить когда он стоял просунув голову через веревку виселицы один доброволец вышел из толпы чтобы выбить из под его ноги опору но когда этот мерзавец приблизился к байсангуру он своей единственной ногой нанес тому удар в лицо и таким образом закончил свою героическую жизнь в возрасте 67 лет до конца своих дней сражаясь с невиданным мужеством субханаллах вот такой был человек и смерть вот обратите внимание да какую изуверскую смерть придумали враги да ну просто повесьте расстреляйте нет вот надо чтобы была толпа и чтобы как бы его знаете из толпы кто-нибудь там вышел конечно это был предатель конечно это был купленный свой человек который поэтому я так считаю что человек о аллах я говорю прими этого человека шахаду давайте имам шамиль биографии мама шамиля вот он на фотографии шамиля родился в 1797 году 26 числа июнь месяце в селении гимри расположенном западном дагестане он учился там же в дагестане предметами изучения были грамматика риторика и логика арабского языка его односельчанином был хазимулла шамиль стал его помощником шамиль и хазимулла вместе сражались они были осаждены в башне около селения гимры но вышли оттуда шамиль был ранен в это время был убит гамзатбек и шамиль занял место имама чечни и дагестана он стал сражаться против российских войск соединил все чеченские аварские джамааты он обладал большими организаторским способностями он также имел военный талант при нем был заведен порядок полков в тысячу человек аулы снабжали армию шамиля продовольствием все мужчины обязаны были служить в армии он сражался против количественно превосходящих войск 25 лет имамат на северном кавказе существовал 30 лет шамиль уделял особое внимание сбору налогов и образованию царь российский приехав на кавказ в 1837 году и после этого начались активные боевые действия против шамиля через два года были построены новые русские крепости Новогинская Вильяминовская Тингинская начата Новороссийская крепость то есть вот друзья обратите внимание тактика так же как в казахстане у нас тоже так же они приходили и строили свои крепости его тактика я сравнивать с Кавказом тоже вот одно и то же Шамиль потерпел поражение при Аргване он ушел в аул Ахульго который был труднодоступен это была крепость которую взяли с пятого раз в это время шамиль удалось уйти по Чечню горцы взяли новое укрепление кто стары Некоторые старые укрепления и Николаевский форт. Связь между отдельными частями Кавказа была для русских войск потерянной. Был назначен на Кавказ новый главнокомандующий Воронцов. Он взял резиденцию Шамиля с огромными потерями. Горцев снова активизировали то, что Россия прервала отношения с Турцией, но набеги стали неудачными. Турецкая армия вошла в Кахетию и турки предложили Шамилю соединиться с ними, двинувшись со стороны Дагестана. Русские войска приблизились. Горцы вынуждены были бежать. Снова на Кавказе поменялся главнокомандующий. Русскими войсками назначили Муравьева. И в 1855 году Муравьев прибыл на Кавказ, а в 1856 году был заключен мир с Турцией. И русские начали операцию по окончательному завоеванию Кавказа. Шамиль снова бежал в Аргунское ущелье. Затем он бежал в свою новую резиденцию День, но она была взята штурмом 1 апреля 1859 года. Шамиль поселился в ауле Карата. Он покрыл правый берег адийского Хойсу каменными завалами. Поручил оборону место своему сыну. Отряд вышел ему во фланг из Дагестана. Шамиль бежал на склоны горы Гуниб. Вместе с ним бежало 332 мусульманина. В это время русские войска осадили гору и начали переговоры с Шамилем. Состоялось его пленение. Чечня была покорена. Новые восстания в Чечне начались в 1860 году. Восстания подавляли почти год. Волнение вспыхнуло снова в 1864 году, но их быстро подавили. И в мае 64-го война была официально окончена. Отслужили благодарственный молебен об окончании войны в Чечне. А Шамиля отправили в Россию, где он встретил лично с генералом Ермоловым. Встреча была в Москве. Шамиль встретился также с императрицей в царском селе. С Александром II он встретился в Чугуеве в 1959 году. Затем Шамиль был отправлен в ссылку в Калугу. Это была почетная ссылка. Он жил вместе со своей семьей. Ну, тоже скажет, почетная ссылка. Ну, автор. Ну, ты автор и пишешь. Как может быть ссылка почетная? Умер он в Медине. То есть, видать, на хадж ездил, да, в паломничество, да. То есть, умер он в Медине. Сейчас это Саудовская Аравия. 4-го числа в феврале месяца 1871 году. И был захоронен на кладбище Джанат Аль-Бакия. Вот такой был, значит, славный имам Шамиль прославленный. Также я хочу рассказать вам про имамах войны Газавад с Российской империей и в Казахстане. В Казахстане также был захват. Также тактика, я вот до этого останавливался, обращал ваше внимание. Также строили здесь крепости. Также, вот видите, придумали вот такую тактику. А потом сидели в этих крепостях, открывали, значит, рынки там. То есть, базар устраивали. И уже там высматривали самых таких, я считаю, мое мнение, самых мерзких людей. И потом им уже предлагали там, чтобы продались России. Обещали им деньги, пост, значит, положение в обществе. Ну и, в общем, вот так вот. А достойные из достойных людей, лучшие сыны, сражались, значит, сражались в царской империи. В Казахской степи большой известности достиг Морал Ишан Хурманулы в 1780 и 1841 годах, то есть это дата его смерти. Агитировавший народ против колониальных порядков, считали, что именно этот человек первым объявил в Казахстане Газават, священную войну России. Выходя из казахского рода Кирей, среднего жуза, Морал Ишан большую часть жизни провел на юге Казахстана, на территории современной Казалардинской области. С детства отличившейся религиозностью он учился мусульманской грамоте и суфизму в бухарском ханстве. Несмотря на поражение, антиколониальное выступление с религиозными лозунгами нашло среди казахов большую поддержку. Морал Ишан был признан героем и пиром трех жузов. Духовную связь с Ишаном имел вождь антиколониального восстания 1837-1847 с Кенесары Касымула. Но от себя также добавлю, что я являюсь потомком Морала Ишана. И я горжусь этим, что я являюсь его потомком. И от себя добавлю, что он был духовным учителем Кенесары Хасымула. Они были также родственниками с Кенесары. Также принимал непосредственное участие в разработке планов, в ведении идеологии этой войны. Также царь Александр I, который умер загадочной смертью, как сейчас русские историки говорят. Так я вам скажу, что умер он загадочной смертью, потому что Морал Ишан именно делал дуа против своего врага. То есть, когда идет война, разрешается делать дуа и просить Аллаха победы над этим врагом. И он делал дуа, и Александр I поэтому и умер этой загадочной смертью, которую говорят русские истории. Ну, а я считаю, что просто дуа осуществилась. Просьба, которую он просил у Аллаха, это осуществилось. То есть, также хочу добавить, что после этого Александр II, значит, издал указ о том, чтобы полностью семью, значит, вот Морал Ишана, полностью до последнего ребенка убить. То есть, вот такой изуверский приказ он издал. Ну, а, извините, не Александр II, а Александр I издал такой изуверский приказ. И после этого Морал Ишан, значит, попросил Аллаха, чтобы Аллах его тоже убил. И посмотрите, вот, да, вот после этого, значит, род Кирей, с которой я являюсь, Кирей, Аксарман, да. Дальше вот посмотрим, да, вот если дальше посмотреть, то мы видим, что Александр I умер загадочной смертью, не оставив ни одного потомка. Понимаете? То есть, он хотел, чтобы у Морала Ишана не было потомства. А Аллах сделал наоборот. То есть, у него не было потомства, а у нас, слава Аллаху, нас, значит, казаки, когда узнали Кирей род, что Морал Ишана объявлено вот такой, вот, значит, Александр I издал такой указ уничтожить до последнего ребенка. То есть, конечно же, наши родственники, они детей, которые были маленькими, которые не принимали участие в этом газоватой войне священной, да, они их увозили и прятали. То есть, вот наш род увезли в Омск. То есть, поэтому мы, слава Аллаху, вот сегодня живы. То есть, прятали в аулах, не говорили, чьи-чьи это дети, чтобы не узнали российские, значит, эти офицеры. Также, я знаю, прятали в Ахтюбинске, также в других, я знаю также, что и в Узбекистан увезли. У него было 12 детей, у Морала Ишана. И многие погибли шахидами на этой войне. И также Морала Ишана, значит, был отравлен, отравлен он также российские, то есть, спецслужбы, также его нашли. И так он и умер, и дай Аллах, я говорю всем трем имамам этой священной войны, газоват, за свободу, за независимость своей родины. Дай Аллах им, прими ихнюю шахаду. У Аллах дай им сады Фердауси. С вами был Ергали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну, а я, значит, в свою очередь, обязуюсь рассказывать очень много таких историй. И я считаю, что в Казахстане мы не должны забывать таких имамов, которые вот сейчас я вот в интернете искал про Морал Ишан. Абсолютно нету информации. Либо информация абсолютно искаженная. То есть, говорят, что Морал Ишан был какой-то там колдун, то еще что-то. То есть, всячески его, даже сегодня его вот поливают вот такой грязью, хотят смешать с грязью. Поэтому я считаю, что вот, как имам, наиб имам, да, Байсангур, Беноевский, как имам Шамиль, как Морал Ишан. То есть, это достойные-достойные люди. Мы не должны сегодня забывать таких людей. Поэтому с вами был Яргали. Саламу алейкум рахметуллахи ва баракат.